Поговорим об этом с Иваном Ждановым, директором фонда борьбы с коррупцией, близким соратником оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, вы сейчас находитесь не в России, как я понимаю, из-за политических преследований, но известно ли вам, действительно ли так российское общество поддерживает войну в Украине, как это рисует статистика в российской пропаганде? Нет, на самом деле поддержка войны в России не такая высокая, и мы это видели по косвенным опросам. Недавно фонд борьбы с коррупцией провел, собственно, у нас есть социологическая служба, мы задавали вопросы, напрямую задавать вопрос, типа, хотите ли вы войны, понятно, для социологов сейчас невозможно, потому что они считают, что данные будут неточные, и люди боятся отвечать на этот вопрос, соответственно, будет большое искажение. Мы задали косвенный вопрос, который касается вот в условиях этой массовой пропаганды, в условиях того, что телевидение постоянно говорит о том, что мы в условиях войны, война, 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 нужно отправлять танки. Мы задали вопрос, а готовы ли, даже не тратить свои деньги, а готовы ли вы перераспределить бюджетные деньги в пользу военного бюджета? И только 7% высказало, 7% населения высказало, что да, нужно увеличивать военные расходы, а большее количество людей высказало, что нужно увеличивать расходы на медицину, на образование. Понятно, что это лишь косвенный вопрос, понятно, что по нему нельзя дать точные сведения, сколько поддерживают войну людей сейчас в России. По моим ощущениям, это точно не больше 28-30%, это мои личные ощущения. Нам действительно много там поступает, достаточно много писем, мы их перенаправляем юристам и правозащитникам, людей, которые говорят, что вот у меня там родственник, или вот я сам из такой-то части, такой-то человек, я не хочу воевать, что мне делать, а меня вот принудительно везут. Ну и многие думают, что за отказ от того, чтобы сейчас поехать на фронт в Украину, за это что-то будет сразу уголовный ответ. Но это люди просто не знают даже своих прав, они не знают, что на самом деле пока, раз военное положение не объявлено, то они легко могут разрывать контракт, без всяких последствий, и нужно, конечно, это разъяснять людям, потому что они реально в полной уверенности, а сейчас я откажусь, и на меня возбудят уголовное дело, поставят на 10 лет, что не так. Иван, скажите, можно ли в таком случае сказать, что солдат, который отказался ехать на войну в Украину, не преследуется никоим образом ни военной прокуратурой, ни какой-либо другой? Ну, понятно, что, ну, во-первых, есть какие-то там административные сдержки, это разрыв контрактов все-таки, это, может, в трудовой книжке напишут что-то, или как там книжка называется. В общем, но существенных последствий, если там нету, если прокуратуру прям не сказали преследовать этого конкретного человека, если не спустили всех собак, я не знаю, на любого человека в России можно что-нибудь придумать. Но я, честно говоря, вот даже вот помните известный случай, когда в Краснодаре, из Краснодара там целая часть отказалась ехать в Украину, там порядка 150 человек, адвокат Беньяша их защищал, они опубличили эту историю, я не слышал, чтобы у них были вообще какие-то последствия, более того, они сами подали в суд на то, что их уволили там не по той части контракт, не выплатили все выходные пособия и прочее, прочее. То есть таких громких историй, чтобы кто-то отказался и кого-то за это посадили, я не слышал абсолютно, и мне кажется, их нет. Иван, вы говорите, к вам приходят письма, да, в ФБК. О каком количестве может идти речь? Сколько ребят хотят отказаться? Слушайте, это достаточно небольшое количество, но это показательно, потому что мы эту почту вообще нигде не публичили, и более того, мы никак не позиционировали себя, что вот присылайте нам письма в таких случаях. Есть правозащитная организация, которая этим занимается, но даже на этой почте там десяток писем, это точно я легко могу за последнее время просмотреть, такого характера, хотя, казалось бы, там, почту мы где-то ее в каком-то видео год назад объявили, и больше о ней не вспоминали никогда, но так периодически проглядно. Иван, скажите, вы из России выехали в Литву? Я примерно год назад выехал, и выехал я сначала в Турс, а потом на меня возбудили уголовное дело, что была бы такая ситуация, что если бы я вернулся, я бы точно уже сел. Что вы думаете... Сейчас в Литве, безусловно, да. Что вы думаете о том, что Литва запретила транзит части товаров через свою территорию в Калининградскую область России? По вашему мнению, чем это чревато? Мне сложно, я все-таки, ну, первое, нужно оговориться, я, конечно, российский политик, и мне сложно как-то оценивать действия Литвы, но мне кажется, что, ну, это должны оценивать литовские люди и литовские политики, но мне кажется, Литва показывает образец и пример просто того, как нужно действовать и какими мерами она показывает просто пример всей Европы, потому что, ну, вот есть санты, есть запрещенные товары, вот мы запрещаем провоз этих товаров через свою территорию. Да, это литовским налогоплательщикам будет стоить какое-то количество денег определенного, но мы все понимаем, что мы там в ситуации уже все, в ситуации, по сути, войны, и в рамках этих мер мы должны действовать самым жестким образом. Литва в этом плане, передавая их в плане и поставки оружия практически, там все возможное оружие, которое она могла поставить, она передала, и в плане народного сбора денег мы поверим журналиста Тапиноса, который собрал 5 миллионов долларов на Байрактар, и в плане просто такого лидерства в европейской политике, Литва задает и в Европарламенте санкционное давление, создает такое движение санкционное, и в Еврокомиссию. В общем, Литва, конечно, образец, например, для подражания для многих европейских. То, что может в этом случае предпринимать Литва, вы сказали, а какие действия может предпринять, по вашему мнению, как российского политика, Россия по отношению к Литве в этом случае? Я не думаю, что Путин сейчас все-таки для одномасштабной войны, и тем более для войны со стороной НАТО, нужна большая подготовка. Мы понимали, что будет вторжение в Украину, понимали, потому что целый год шли колонны вот этих танков, эшелоны, все свозили, разворачивали госпитали полевые и прочее, прочее. Здесь же мы этой ситуации не видим, поэтому я не верю, вот те, кто говорят, что да сейчас, например, нападет Россия на Литву, вот будет закрывать этот переход. Нет, этого не будет, но я думаю, что какая-нибудь гибридная провокация, как это любит Путин, там как в Чехии взорвались какие-то склады грушниками, грушниками или еще какого-то такого типа, может, мигрантский кризис или еще что-нибудь, они вполне способны создать что-нибудь гибридное, но не прямая атака, чтобы это не воспринималось стать страной НАТО, как нападение на нее и не вызвало соответствующую реакцию. Иван, вы в начале июня приезжали в Киев и заявляли о том, что хотите построить диалог с украинским правительством, но несмотря на ваши оппозиционные взгляды, вы сами, как вы сейчас заявили, вы российский политик, а Украина воюет с российской армией, как считаете, у вас получится построить такой диалог? Я не знаю, я сказал, что мы открыты к любому диалогу, и мы, безусловно, занимаемся, вся наша деятельность сейчас направлена на то, чтобы, в том числе и чем канал Фидом занимается, на информационную антипропаганду, мы создали канал на 12 миллионов человек, уникальных зрителей, мы создали санкционный список на 6 тысяч человек, и главным критерием этого санкционного списка, что эти люди напрямую либо косвенно поддерживали военные действия, поэтому я думаю, что есть много точек взаимодействия, несмотря на то, российский политик, как я сказал, но я считаю, что эта война ужасно, чудовищно должна остановиться, и мы должны сделать, как российский политик, мне кажется, это главная тема любого сейчас политика, остановить войну и дальше уже как-то пытаться, я не знаю, что сделать, как-то пытаться установить мир каким-то способом. В общем, соответственно, я поэтому и сказал, меня спросили, готовы ли вы к какому-то диалогу. Я готов абсолютно к любому диалогу, я считаю, это важно, и я понимаю огромное количество людей, которые не воспринимают ничего российского. Ну вот у тебя российский паспорт или ты просто русский, значит, с тобой невозможно разговаривать, и это можно понять. Ну, то есть, тут нет ничего такого, но я понимаю, что есть также люди, которые, наоборот, хотят разговаривать, и почему нет? Ну, то есть, если цель одна, у нас враг общий. Вот там Владимир Путин сейчас враг, безусловно, и он источник и причина этой войны. Поэтому в этом плане у нас абсолютно точно общий враг. Иван, во время своего визита в Украину вы говорили о том, что хотите лично убедиться в последствиях вторжения России в Украину. Убедились ли и какие у вас впечатления остались? Я не думаю, что я прям так высказался. Дело в том, что я там уже на протяжении всех этих трех месяцев войны каждый день выпускаю новости и каждый день просто говорю о тех событиях, которые происходили в Украине, вот, ну, мост условный в Ирпене или события в Буче. Не то, чтобы я не верил в то, что они происходили, безусловно, просто это совершенно иное восприятие, когда ты там каждый день про это рассказываешь, видишь видеоролики, и когда ты уже лично оказываешься на этих местах, возле разрушенных домов, возле этой катастрофы, у меня то чувство, что это какая-то огромнейшая катастрофа и какое-то великое преступление Путина, его окружения, и всех тех, кто участвует в этом, оно и так было. Но на месте, это как вот побывать на месте этого преступления и просто чуть-чуть почувствовать, невозможно стоять в стороне от того, что происходит, и невозможно там как-то сейчас просто засесть тихо и не высказываться на тему войны или заниматься какими-то другими вещами. Я посчитал, для себя это невозможно. А что вы думаете о тех заявлениях российской пропаганды, о том, что произошедшие в Ирпене, Гастомеле, Буче, Ворзеле, других городах, селах Украины, это все постановка, фейки и так далее? Ну, слушайте, это абсолютно классическое поведение российских властей, классическое поведение МИДа, когда они выбрасывают огромное количество версий, просто самых абсурдных. Вообще, задача пропаганды создать, накидать еще какого-то безумия, чтобы какая-то часть населения начала думать, «А вот я слышал такую версию, а вот я слышал такую версию». Это, помните, как случилось со сбитым Боингом MH17? Ну, та же самая стратегия абсолютно. Вот тут вот, знаете, это ехали несвежие трупы, вот тут был истребитель, а вот тут еще огромное количество версий. Они совершенно нелогичны, они безумны, они сами прекрасно понимают, что это безумие, но, тем не менее, они считают, что это такая эффективная стратегия. То же самое с Навальным Пелли. Вот когда его отравили, ну, есть стройная, логичная версия, что произошло со всеми там нападавшими и прочее. Они выбрасываются абсолютно в другие версии. Знаете, уровень сахара, а там был литий в крови, а там еще что-то. Эта стратегия известна. Она выглядит глупо, тупо со стороны, вот мне кажется, западной политики уже, если раньше изначально там прислушивались, отвечали на эти версии как-то серьезно, то они сейчас поняли, ну, что это вот как будто люди пришли на деловое совещание в валенках, в тапках, в ушанках, и, не знаю, и играют на балалайке, и вот так к этому относиться. Ну, вот так только можно относиться, что это просто безумие, бред. Иван, многие предполагают, многие эксперты, аналитики говорят о том, что остановить безумие, которое начал Путин против Украины, может только он сам. Каким образом это может произойти? Ведь многие говорят, что он власти до конца, и только это когда он перестанет быть президентом России, возможно, окончание войны. Согласны ли вы с этим? Я думаю, что вы точно уж, аудитория точно знает, что остановить войну сейчас может помочь, там, тяжелое вооружение для Украины, большие поставки оружия для Украины, потому что с Путиным невозможно договариваться, вот он сам, это значит, он должен принять какое-то такое добровольное решение, а вот сейчас я отступлю. Нет, Путин не умеет отступать, Путин абсолютно точно вот все эти годы показывает, что он в безумии своем не умеет останавливаться, начиная от убийства российских политиков, заканчивая просто подавлением всех любых свобод в нормальном демократическом обществе, от права выходить на митинги до свободы средств массовой информации, он закрутил абсолютно все и подавил абсолютно все. И нет никакой вообще за эти 20 лет его существования, нет ни единого повода думать, что с ним вообще хоть как-то можно договориться, и он хоть какие-то договоренности будет соблюдать. Поэтому с ним можно только работать более жесткими методами. Это санкции, это действительно вооруженное сопротивление, тяжелое оружие, чтобы быть сильнее, чем Путин. И нужно понимать, что мне кажется, что администрация президента, Путин, они умеют справляться с какой-нибудь одной-двумя кризисными ситуациями. Ну, например, там возник у них митинги где-то в Хабаровске, они легко концентрируются, легко его подавляют. Возник какой-нибудь еще в Архангельске, в Дагестане, но когда таких кризисных точек в России станет достаточно много, ну, допустим, где-то 10 каких-то реально кричащих проблем, которые нужно прямо сейчас решать. Мне кажется, эта администрация, она не способна на решение такого разного уровня вопросов, у них просто не хватает ресурсов, они непрофессиональны для этого. Поэтому если будет тяжелая ситуация на фронте, тяжелая социально-экономическая ситуация, митинги в каких-то городах, еще какие-то точки, которые невозможно сейчас предсказать, предугадать, то, мне кажется, эта власть посыпется, и я надеюсь на это. Иван, спасибо вам большое. С нами был Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией. Мы поговорили с ним о том, почему российские солдаты отказываются воевать в Украине, о российской пропаганде и о том, почему Кремль способен решить всего 2-3 кризисные ситуации в стране одновременно.